Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в рамках нашего проекта «Иная жизнь». Сегодня у нас, собственно говоря, программа новости в историческом контексте, и речь пойдет о прогнозах на 2018 год. С вами Станислав Анатольевич Угдежеков, кандидат исторических наук, специалист в области медиевистики. Я бы сказал, эксперт в сфере социальной структуры эпохи раннего Средневековья. И я, Еремин Леонид Валентинович, тоже кандидат исторических наук, специалист в области музейного дела. Чуть-чуть поменяли мы с вами формат. Константин Сергеевич у нас отсутствует, то бишь находится за кадром. И, собственно, замена это не случайно, поскольку речь пойдет у нас не столько о новостях и итогах в виде комментариев, там, десятилетия, ушедшего года и прочее. А речь пойдет о прогнозах. Естественно, специалист в области информационной технологии к прогнозам имеет обосредственное отношение, поэтому начнем, дорогие друзья. Ну и, собственно говоря, блюдо здесь у нас с мандаринками, как некое эхо ушедшего новогоднего празднества, тоже не случайно. Будем по ходу дела не только комментировать, но и по мере тех или иных успешных, так сказать, комментариев, прогнозов, попыток пронзить время. Это дело еще и употреблять, так сказать, вовнутрь, как некий символ того, что все ближе солнышко, так сказать, весеннее, все ближе у нас празднование нашего Хакасского Нового Года, Щелпазы. Вот, ну, собственно говоря, плоды очень напоминают нам о тепле, солнце, весне. И, я думаю, пора начинать. Предсказания на 2017 год от великих и могущественных экстрасенсов мира, астрологов, ученых, провидцев и святых могут показаться пугающими. Святая Матрона говорила, что именно 2017 год станет решающим для человечества. Ее слова звучали так. Многие упадут на землю, упадут мертвыми. Это произойдет вечером. На утро все пропадет под землей. Ну, обычно человечество к вечеру действительно духовно падает, а на утро поднимается. Да, Станислав Анатольевич? Вообще, вот подобные прогнозы, конечно же, штука крайне такая подозрительная, потому что в редких случаях говорится теми или иными, там, Нострадамусом или еще кому-то, о конкретных годах. Речь идет чаще всего о несколько более длительных периодах. Но в данном пророчестве я, откровенно говоря, не вижу никакой опасности для человечества, поскольку, ну, действительно, кто-то умирает, кто-то рождается, это совершенно нормально. И утром не остается лежащим на поверхности. Да, да, и это свойство нашей культуры в Туриной форме, кстати, приберем. Так что пока прогноз просто констатирует некий жизненный цикл всего человечества, и что там еще можно о нем сказать, что духовно упадем? Не знаю. Вот Леонид Анатольевич сразу сказал, что он уважает всех этих прорицателей. Я не уважаю, вот, я с их мнением не считаюсь, и буду это мнение развенчивать. В обоих случаях речь идет о здоровом сарказме. Так, ну, может быть, и не здоровом, я не знаю. Вот, мне не с этим сравнивать Леонид Анатольевич. Вот, но Святая Матрона, так вот такая. Это вот ее поезд какой-то привозили, в Москве была очередь. Вроде бы в Абакан даже привозили, в Минусинск. Я туда не ходил, говорят, пользовалась большим спросом. Спросом эта услуга, да. Но, насколько я помню, всякого рода прорицания, если речь не идет о Иоанне, не очень приветствуются церковью, да? Вы знаете, я вот все прорицания, кроме, собственно, сделанных Иисусом Христом, ставлю под вопрос, очень большой. Очень большой. Ну, во всяком случае, вы каким прорицаниям доверяете? Я, как всякий, так сказать, нормальный ортодоксальный шаманист, по-доброму отношусь к любому прогнозу, поскольку он в той или иной степени содержит в себе зерна той самой таинственной ноосферы, отмеченной еще академикой Вернадской. А, ноосфера Вернадской, это же кошмар. Ну, ладно. То есть, дорогие друзья, люди не верят им. Резюмируем. Не верят им. Пятая Матрона ничего страшного пока не предсказывает. Ничего из того, чего не было раньше, так сказать. Дальше. Бловацкая и Циолковский в своих трудах делали упор на то, что 2017 год станет началом космической эры для всего человечества. Начавшиеся в 2012 году изменения закончатся как раз в 2017 году. Бловацкая утверждала, что от пятилетки, которая нашла свое начало в 2012 году, будет зависеть, какими станут отношения человек-природа и что это сулит планете. В работах Циолковского говорится о том, что 2017 год сможет стать временем для высочайшего развития технологий. Это либо пойдет на пользу, так как станут возможны межпланетные сообщения, либо станет причиной великой техногенной катастрофы. Ну, тут Константин Иванович почти не ошибся, потому что ошибиться в подобном прогнозе невозможно. Или все будут живы и счастливы. По большому счету, вряд ли говорили конкретно о 2017 годе. Во всяком случае, в работах Бловацкой я кое-чего просматривал просто из любознательности. Почти никогда не упоминается жесткий хронометраж. Ну, и, собственно, о чем это говорится в данном прогнозе, дорогие друзья. Говорится о том, что 2017 год станет для нас переломным. Либо мы просто махнем рукой на городскую цивилизацию, и воссоединимся с природой, и будем долго, счастливо жить. Либо будем жить так, как раньше, и все будет не очень хорошо, поскольку природа нас особо не касается в контексте, так сказать, городской среды. 2017 год вряд ли в этом плане станет переломным, потому что речь идет, конечно, о процессах. Причем процессах более длительных, которые действительно могут привести, либо не привести к краху, прежде всего экологическому. Как бы мы не хотели, как бы, так сказать, не относились, несколько пренебрежительно к сельскому населению, здесь надо понимать, что кормят пока не все-таки нас. Чего бы мы, какие бы мы сублимированные продукты, так сказать, не употребляли вовнутрь, в основе своей эти продукты созданы руками сельчан. Поэтому уже есть некоторое количество населения, которое, конечно же, нужно поддерживать, которые живут в согласии с природой в той или иной форме, хотя есть масса нарушений, связанных с технологическими открытиями. И вряд ли ситуация в этом плане резко поменяется. Изменения могут носить, скорее, некий, так сказать, такой пунктирный, что ли, характер, связанный с теми или иными инновациями в области, прежде всего, сельского хозяйства. С горожанами будет все то же самое. Станислав Анатольевич? Ты меня отрываешь? Ну, я понимаю, что ты сейчас сельхозпродукцию уничтожаешь, так сказать, видимо, египетских крестьян. А, нет, это Китай, да? Чисто Китай. Оболочка не отрывается вообще там. Где наши трудолюбивые Абхазы? Вот, непонятно. А вы о чем сказали? Вы верите Блаватской и Циолковскому, что ли? Леонид Леонидович, стыдно, стыдно. Я им не доверяю. Я считаю их вздорными старыми колдунами. И на их мнение не надо обращать никакого... В общем, Циолковское ракетостроение заложило снова, так сказать. Да, это мифология вообще. Я вот уверен, что Вернер фон Браун, отправляя Фау-2 на, в принципе, высоту 100 километров, он не читал никаких трудов Константина, как вы сказали, Эдуардовича. А он, Вернер фон Браун, первым вывел вообще земное тело на космическую высоту. То есть прогноз можно признать ничтожным? Абсолютно. Дорогие друзья, видите, что бывает, когда гуманитарий, так сказать, буквально обнаженным подсозданием сталкивается с физиком, заложившим основой ракетостроения, и эзотериком, заложившим, точнее, повлиявшим в определенной степени на целый пласт, так сказать, эзотерической культуры в мире. А вот, вы знаете, вот Вернер фон Браун был стандартным фюрером СС, но даже ему не пришло бы в голову такие человеконегнотические идеи, как Константину Эдуардовичу. Если бы прочитали Константина Эдуардовича, вы бы убедились в том, что он был сторонником Евгеники. Да, ну как и значительная часть его соратников. Абсолютно верно. Вот, поэтому я что-то вот не переоценив бы Балавадскую и Циолковскую, тем более Балавадскую почитал Розенберг. Розенберг был вашим земляком, выпускником Ленинградского учебного заведения. Потом он стал автором расовой теории и почитал идеи Балавадской о индоарийских там всех этих вещах он внедрил в жизнь Третьего Рейха, между прочим. Я бы решительно боролся с Балавадской и Циолковской. Иными словами, дорогие друзья. И мандаринами. Ну, собственно, у вас это хорошо получается. Иными словами, лучше не соприкасаться с прогнозами ряда, так сказать, прорицателей с тем, чтобы сохранить в неприкосновенности, так сказать, свои личностные качества. Следующее, дорогие друзья. Павел Глоба уверен, что мировой экономический кризис достигнет своего апогея и начнет спадать именно в 2017 году. Это позволит странам возобновить должный уровень политической и экономической деятельности. Также Глоба уверен, что производственный процесс еще долго будет налаживаться, а народ будет расплачиваться за ошибки сильных мира сего. Ну, собственно, с именем Павла Глоба я буквально вырос. Он как раз, по-моему, из той самой славной плеяды Кашпировский, Чумак и прочее. Тогда же они вроде бы, да, астрологи проявились. Жена его была. А, жена была. А как его жену звали? Ну, ладно, это вопрос, так сказать, совсем. Он был мужем своей жены, потом как-то жену отодвинул и сам вылез. Как Газманов и сын практически. Ну, там, наверное, было как-то по-другому. Ну, неважно. Я могу себе представить. Дорогие друзья, речь идет как раз о попытке определить качество источниковой базы. Павел Глоба противоречит, как вы уже обратили внимание, категорически и Блаватской части Циолковскому, указывая на то, что нас впереди ждет очень много работы. И у нас все должно получиться. То есть, никаких переломов. Собственно говоря, очевидно, что он делает свои прогнозы, опираясь на язык точной науки под названием астрология, соотношение, так сказать, звезд по отношению к Земле и другим планетам. И вот, по-моему, как раз где-то... Это что у нас? Обсерватория, так сказать, Александр Анатольевич. В честь Павла Глуба была построена и рухнула, к сожалению. Собственно говоря, его прогноз как раз наводит меня на мысль, что надо все-таки поработать мне над риторией к декламации. Я, в общем-то, смогу при должной подготовке такие же прогнозы произносить практически на каждый год. Ничего принципиально нового из того, что у нас и так не происходит, не было произнесено. Да, действительно, вопросы технологического развития для нас актуальны. Но, как мне кажется, и в этом смысл нашего проекта «Иная жизнь», мы слегка запаздываем во всем, что касается темы духовности. То есть, очевидно, что мы по своим возможностям уже можем изменить облик земли при желании, так сказать, и это делаем с удовольствием. С другой стороны, в плане, так сказать, внутреннего мира практически не изменились. Вот эта проблема более серьезная. Что будет с нашей духовностью, Станислав Анатольевич? Куда вообще катимся? И как вы относитесь к Глубе, к Павлу, к его жене? В общем, вот я что уловил в ваших высказках. Вы считаете, что Павел Глоба очень обладает риторическим талантом. Да. Я хочу успокоить наших слушателей. Не надо искать риторический талант Павла Глоба. Он говорит очень плохо. Он говорит за дефектные речи. Ни разу не слышал. Он вообще внешне не симпатичен. Товарищи, никогда не смотрите Павла Глоба и его прогнозы. Не читайте советские газеты. Они никогда не сбываются. Это вообще персонажи начала 90-х. Ну да, я же говорю, что это время, когда мы буквально мылились на экраны телевизора. Да, да. Лечили Аннурез, так сказать, ставили Святую Воду. А что вы лечили? Ну не мы, так сказать, окружающие. Вас окружали больные Аннурезы? Ну, если верить тому, что показывали на телевидении Советского Союза эпохи заката, да, это одна из глобальных проблем была Советского Союза. Нет, на самом деле, конечно, родители больных Аннурезов детей должны были это делать. Но Павел Глоба ничего такого не предлагал никогда. У него прогнозы всегда были разной степени шизофрении. У него жена есть. Тамара Глоба, она симпатичнее, чем Павел. Я вам сразу же скажу. Лучше говорит. Она говорит без дилектизмов. Она четко выговаривает фразы. Она иногда красится в платье, думая, блондинку. Слушай, Старик Сталокольевич, как я уважаю вашу родицу. Здорово. Вот по сравнению с Павлом, она просто очень образительная драма мысли. Да. Наши новости в историческом контексте пока подходят к концу. Но, собственно, история тема хороша, что она имеет признак непрерывности. Я уверен, что в следующий раз у нас будут новые интересные, полезные для вас темы, для общения. Подписывайтесь на наш канал, на программу «Иная жизнь». И я думаю, что узнаете много нового для себя, так сказать, о себе. Спасибо. Берегите себя. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok